Следующий этап нашей программы, как я уже говорил, мы поговорим сегодня о последнем этапе в процессе установления парной связи между мужчиной и женщиной. Мы поговорим о том, что называется физиологией, половым актом. И я хочу предупредить тех из вас, кто считает, что это недопустимый разговор в утреннем эфире, что речь сегодня пойдет о физиологии человека. А ни один закон в нашей стране не запрещает говорить о физиологии в 9 часов утра. Другое дело, что если у вас сейчас завтрак или какие-нибудь другие планы на жизнь, а кроме того дети находятся возле экранов телевизоров, то примите какие-нибудь меры для того, чтобы избавиться от их присутствия, если вам кажется, что они об этом еще не должны знать. Если вам так не кажется, то у нас в гостях сегодня Сергей Вячеславович Савельев. Проходите, Сергей Вячеславович, сейчас к нам присоединится радиоаудитория, и мы начнем увлекательный разговор о женском оргазме. Ну и не только. Здравствуйте. Очень много откликов было после прошлой нашей программы. Кстати, вас искали, там какие-то люди звонили, просили ваш телефон. Да, сейчас на вас надену микрофон, чтобы было слышно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хочу напомнить, что мы, да, мы принимаем вопросы, мы принимаем вопросы на пейджер к Сергею Вячеславовичу, и чуть позже по телефону. А пока у нас есть две дамы в студии. Покажите дамы. Можно вас показать, да? Да, сейчас к нам присоединяется радиоаудитория. Хмурое утро Итак, Катя, я уже сделал предупреждение для телевизионных зрителей. Я хочу, чтобы то же самое услышала и радиоаудитория. Если вы считаете, что физиология в утреннем телевизионном радио, интернет-эфире, тема для обсуждения недопустима, у вас есть время, как у тех, кто не хочет знать результаты матчей футбольных, да, сделать потише, приглушить или совсем выключить. Кроме того, если вы считаете, что вашим детям рано знать, чем занимаются папа с мамой по ночам, то уберите их от теле- и радиоприемников тоже. И это последнее предупреждение. Чтобы потом не было никаких шишек на мою без того уже бедную голову. Сергей Вячеславович Савельев сегодня у нас зав. лаборатории Института морфологии человека, если я не ошибаюсь, правильно? Да, совершенно верно. Вот, визит Сергея Вячеславовича в прошлую нашу программу вызвал довольно большие разнотолки и бурю разных эмоций. Вы тогда, уходя, сказали, давайте посмотрим, как отреагируют феминистки. Никак они не отреагировали. Кроме того, тема борьбы с феминизмом в нашей стране становится все более модной, поскольку, например, канал ТВЦ на 8 марта показал замечательный фильм Кедерико Ферринь «Город женщин». Самый, наверное, антифеминистский фильм за историю создания художественного кино. А канал НТВ отметил 8 марта показом замечательного фильма про лесбиянок. Поэтому я думаю, что мы с вами на волне интереса к антифеминизму находимся сейчас. Итак, у нас, да, кстати, есть сегодня такой богатый иллюстративный материал из фильма... Как он называется? Фильм-то «Животное-человек»? «Животное» под названием «Человек». «Животное» под названием «Человек», да. Мы сегодня можем обильно, если хотите, процитировать этот фильм, поскольку там интересный... И радиоудитория тоже будет интересна, поскольку это фильм, но он еще и с текстом, который я озвучил. Да, если можно комментировать, потому что иначе... Конечно, у меня всякого сомнения. Давайте мы чуть-чуть посмотрим это кино сейчас, для того, чтобы начать наше обсуждение. Готовы мы? Да, в прямую посмотрим кусочек, а потом по моей просьбе остановим его, ладно? Ну, надо сказать, что Десмон Моррис, он-то сказать, не... Это фильм не идеален, то есть это... Я думаю, что если бы его снимали вы, и, так сказать, соответствующим образом, то это было бы намного более, с одной стороны, научно, это не значит непонятно. Это было, во-первых, абсолютно понятно, а во-вторых, очень интересно, потому что Моррис, он как бы такой... Он пытался сделать из человека зоологический объект. То есть чистая этология. Ну, чистая этология, чистые наблюдения, вот как они живут, вот как они друг друга обманывают, вот как они ухаживают друг за друг, вот как они имитируют влюбленность, вот как они пытаются перенести свои гены в следующие поколения размножиться, любой ценой. Значит, вот как они доминируют, вот как они, например, обманывают ближнего, совершают некие действия, показывают... Делают всё, что угодно, в конце концов, всё подчиняется трём простым принципам. Вот у Морриса этого ясно не сказано. Простые принципы – это первое, значит, это перенести геном в следующую поколение любой ценой, то есть оплодотворить, если со стороны мужчин максимум замок, женщина, значит, оплодотвориться максимум мужчин. Или обеспечить там одним, но обеспечить при этом выживание. Вторая позиция. То есть выкормить детёныша, любой ценой перенести в следующий поколение. И третье – это добиться этого с наибольшим результатом, то есть продоминировать любой тоже ценой. То есть, ну, доминирование есть очень разное, там, может, оно, например, там, выглядеть как underground, там, мне не нравится это ничего, здесь всё плохо. Но при этом, при выборе, там, костюма, для того чтобы показать, что женщине ничего не нравится, всё безразлично, а тратить на это три часа. Ну, покажите, Настя, сейчас, пожалуйста. Это иллюстрация просто. А сколько вы пришли сегодня сюда? Я всегда прихожу без двадцати семь. Чтобы что? Передача начинается в восемь. Вот для чего вы пришли? Примироваться и делать прическу. Зачем? Чтобы хорошо выглядеть. Зачем? Чтобы нравиться мужчинам. Зачем? Ну, вот этого я не знаю. Это физиология. Любая женщина хочет нравиться и… Ну, нравиться, может, только с одной целью, для того, чтобы… Ну, конечно, я никогда от этого не отказываюсь. Просто все люди… Иногда отказываются. Все люди животные, и все они делают что-то только для одной цели. И это все и так понятно. Так нет, непонятно, как удается путать социальные процессы и физиологические. Вот это непонятно. То есть, когда пытаются чисто физиологические, генетически детерминированные процессы, иначе говоря, то, что вложено в нас природой, сказать, проецировать на социальное общество, говорить на структуру общества и заставлять, собственно говоря, окружающих поддерживать такую фазу имитации, имитации социальности. Хотя за этим скрывается голая, примитивная, убогая физиология. Вот это, конечно, ужасно. А то, кстати, не попрешь. Не надо от нее никуда перейти. Но многие до сих пор не знают. До сих пор не знают об этом. Все заключается-то в этом, на самом деле. Ну вот в этом-то разница женского и мужского организма, что у женщин все в этом заключается, а у мужчин иногда еще в чем-то другом. В этом вся проблема, собственно говоря. Почему мужчины, да? Почему мужчины и лыси? Равенство поэтому невозможно в этом плане, поскольку как это можно сделать, если у мужчин там на каждых из каждых 10-15 случаев, там, любых социальных проявлений, начинают покупки билета, там, в метро и кончая, там, встречи с девушкой в ресторане, все-таки в одном случае из 10-15 возникает ситуация, когда он чем-то занимается, кроме того, как стратегически обеспечить эффективное размножение. Понимаете? А у женщин, к сожалению, это бывает намного реже. Женщина, даже покупая билетик в метро, думает только об этом. Она думает, как она будет выглядеть, покупая метро. Обратите внимание, когда бросает ручкой туда, как она берет, потом аккуратненько. А я не думаю об этом, честно. Ну, я говорю, есть другая технология. Это другая технология, модель поведения другая. Подчинено все тому же самому. Тут есть вот какая тема, я бы хотел посмотреть небольшой кусок из этого фильма, по одной простой причине. Это вот мы и не обсуждали еще, а это мне кажется интересным. В чем отличие между все-таки животным и человеком, особенно в акте спаривания, вот в этом аспекте физиологии. Давайте глянем, что там происходит. Вот. У животных акт спаривания, как правило, процесс очень непродолжительный. У человека он занимает довольно, ну, сравнительно с другими животными, довольно много времени. Является длительным и интенсивным, потому что для нашего вида речь идет не только о воспроизводстве потомства, но также почему-то о взаимном сексуальном удовольствии. И первые нежные ласки, которые усиливаются кожей, которые внезапно становятся сверхчувствительными, начало многих физиологических изменений, губы припухают, становятся чувствительными, глаза начинают блестеть по-другому, на их поверхности образуется пленка специальная. Зрачки расширяются, превращаются в огромные темные озера. Вот сейчас вы видите, как расширяются зрачки у актрисы. Дыхание резко учащается, телу нужно все больше кислорода для активной физической деятельности, ноздри расширяются, и ритм дыхания иногда в четыре раза превышает норму. Все больше воздуха поступает в организм, легкие работают все напряженнее, сердце бьется быстрее, в организме перераспределяется кровяная масса, и внутри артерии высвобождаются естественные химические вещества, вызывающие ощущение эйфории. Давайте мы на этом остановимся сейчас. И поговорим вот о чем. Почему устроено таким образом, природой, что человек испытывает во время полового акта еще и оргазм, а кроме того, иногда растянутый во времени оргазм. То есть получает то, чего, как правило, не получают другие биологические виды, влекомые только инстинктом спариваем. Да, но это такое очень распространенное заблуждение. Дело в том, что действительно оргазм, как бы, характерен для человека исключительно и только. Но это все равно, что не присматриваться. Это когда человечество, пока человечество не присматривается к окружающему миру, все хорошо, стоит присмотреться, ситуация радикально изменится. Значит, если говорить о механизмах, как возникло такое занятие продолжительное и упорное, с такой затратой энергии, в общем, тратить энергию так достаточно бессмысильно. Эвикуляция, то есть выброс спермы у многих животных, у человека, на самом деле, может быть осуществлено достаточно быстро. Почти мгновенно. Да. И природа знает такие примеры. А вот потом зачем этим заниматься? Достаточно как бы непонятно. И вот возникает в конце оргазм, как бы это вот чисто человеческое свойство. Этим мы отличаемся от животных. Ну, не очень отличаемся, на самом деле. Вот сейчас последние 10 лет ведутся масса исследований. Мы стали интересоваться чем-то, кроме кошек, собак и кроме примитивнейшего, как раньше было, наблюдения за животными. Просто в бинокль, когда сидит так называемый этолог, то есть человек, который считает, что вмешиваться нельзя, смотрит там в бинокль за животными. Это очень здорово все. Для 18 века было. Но сейчас немножко ситуация изменилась. Надо бы знать, чем они там занимаются. И вот как этим заинтересовались, выяснилось, что оказывается, очень многих животных, сперматозоиды у самцов, эякуляция происходит тоже очень быстро. А дальше они занимаются таким же удовольствием, как человек. То есть, ну там, те же самые хорьки, они вот с эякуляцией через 4 минуты. Как самец встретил с самкой, через 4 минуты эякуляция. Все, сперматозоиды внутри. Пожалуйста, там берут, делают мазки, проверяют у самок, как есть яйцекретки. Есть сперматозоиды? Есть, есть, прекрасно. Рассаживают их через 4 минуты. Ну все, сперматозоиды у цели. Что дальше происходит? Оставляют этих самок, никаких дитёнышей нет. Не получаются дети. А вот если несчастный хорек будет в среднем от 1,5 до 4 часов упираться на самки, потеть на ней, обращая внимание, если перечислить в человеческий размер тела, то нам надо недели-полторы упражняться, для того, чтобы потратить столько же энергии на нашу массу. И вот хорек, он чем же, там, 3 часа занимается в среднем? Оказывается, он трудится, трудится для своего будущего. Дело в том, что самка, существо такое, у хорьков достаточно, как бы, помягче сказать, туповатая. И это как в старом анекдоте. Самец выбросил сперматозоиды, а самка ещё не поняла, что он, собственно, хотел сделать. Мужик, ты чего приходил? Да, что сказать хотел? Ну, это старая нибудь. Да, то есть, так вот, дальше он начинает трудиться. Цель очень простая – заставить самку почувствовать, чем он занимается. И он занимается этим трудом долго, до тех пор, как он останавливается, как он узнает, что до самки дошло. Тоже непонятно. То есть, по сути дела, своя форма, оргазма, даже если утихать. Потому что, что происходит? Он занимается сексом, пока самка не выбросит определённые вещества, пептиды определённые, которые сделают проницаемым оболочку яйцеклетки. Иначе сперматозоид ни один не попадёт в облако. И всё закончится ничем. То есть, по сути дела, вот это дохождение до мозга. То есть, он что делает? Иначе говоря, вот его пиписка попала в женскую пиписку. Всё очень хорошо. Начинается тереть. Что это такое? Механорецепция. Когда мы трогаем что-то, это механорецепторы срабатывают. Вот он начинает их тереть, до тех возбуждать, до тех пор, пока сигнал не пройдёт в мозг. В мозге не возбудится огромная область. И она заставит через гипоталамус, через центры гормональные выработать этот пептид, который в конце концов попадёт в кровь, пройдёт, и самка начинает при этом потеть, что тоже важно. И специфически пахнуть. Он прекращает это всё дело. Когда понял, что до её мозга дошло, что он с ней делал. По запаху понимает, что он. Да, по запаху. И тогда он бросает, он понимает, что всё. Что удовольствие он получил за 4 минуты. Сам срабатывается. Но доделал, делал, надо было в течение нескольких часов. Понятно. То есть, на самом деле, таких событий достаточно много. В животном мире это не единственный пример. Просто очень яркий, поскольку несколько часов это слишком после. Так сказать, здесь и с нашей точки зрения, с человеческой эрекцией проблемы существуют. Да, конечно. Как ему приходится собираться после этого. То есть, здесь масса физиологических проблем. Но это демонстрирует, что в животном мире, да, тоже есть. И, по-видимому, у приматов, у приматов, кстати говоря, это единственное млекопитающее, у которых, у самцов, у которых кончик торчит наружу. Они демонстрируют, это тоже признак доминантности. Они должны показывать, какой самец лучше, чтобы самкам было проще сориентироваться, во-первых. А, во-вторых, так сказать, самоутвердиться было проще. Так вот, видимо, у приматов были какие-то аналогичные механизмы. Потому что, во-первых, детеныш очень мало. Самки могут, воспитывают их по много лет. У тебя шимпанзе там по 5-7 лет. Если 5 лет оторвать дитя, он еще может погибнуть в 5-летний. То есть, очень сложная биология воспитания и размножения. Я думаю, что здесь тоже был ряд таких закрытых механизмов, которые до сих пор не очень хорошо исследованы. Которые, во-первых, удлиняли вот этот половой акт уже после эрекуляции. Но у человека все это извратилось несколько. Поскольку мы не всегда понимаем, что делаем, поскольку мы пытаемся все-таки на 30% примерно быть людьми, а не животными. Ну, хотя бы иногда. Поэтому у нас все маскируется разными социальными, там, этическими, там, эстетическими и прочими. То есть, правильно я понимаю, что продолжительность полового акта у человека это скорее социальное явление, нежели биологическое. Да, когда-то оно, видимо, было биологическим. Ну, тоже им известно, что не всегда происходит беременность, даже в идеальных случаях. У нас есть масса специфических медицинских проблем, но, тем не менее, не всегда. Хотя сперматозоиды иногда такие крепкие и хорошие, что живут долго и проникают далеко. Тем не менее, этого полотворения не происходит. Давайте еще фрагментик из фильма посмотрим сейчас и прокомментируем. Как раз речь пойдет о том моменте, когда хорек понимает, что дело сделано. Кровь через артерии перекачивается из внутренних органов вены в капилляры у поверхности кожи. Кожа краснеет, розовеет. Открываются потовые железы. И сильное потоотделение в данном случае необходимо не только для охлаждения организма, который перегревается, но также как источник индивидуального запаха. Поскольку мы знаем, что железы, которые феромоны источают, и потовые, они находятся рядом. Они находятся в паховой области и в подмышках. И запах этот подсознательно стимулирует партнера. Все тело становится гораздо более горячим. Вот вы сейчас видите инфракрасное или слышите меня. Волны тепла исходят и от поверхности тела, и из открытого рта тоже. И камера чувствительная к теплу показывает вот сейчас постепенно, как разогревается тело. Красные участки более горячие. Они появляются сначала на лице. Вокруг носа, кстати, находится эрогенная зона, кто не знал. Губы припухают от крови, становятся тоже горячими и все более горячими. Мочки ушей. Это еще одна эрогенная зона. Также разогреваются со временем. Видите, они красные здесь. И постепенно разогревается вся голова. Ниже на теле можно видеть, как разогреваются половые органы женщины. Сейчас камера дойдет до этого момента. Половые губы распухают от притока крови в результате возбуждения. Всем известно, кто находится в... Вот показывает этот момент. Видите, насколько сильно разогрев идет. Это еще до контакта с мужчиной. Увеличивается в размере грудь. Сосок может увеличиться в размере аж до... Иногда на сантиметр и больше. Это зависит от индивидуального строения. Давайте прервемся сейчас. Вот замечательная показывает нам картинку сейчас. Прервемся на секунду и поговорим вот о чем. Все-таки, говоря о разнице между оргазмом мужским и женским, принято считать, опять-таки принято считать, что женский оргазм гораздо интенсивней, что женщина в пересчете на мужское удовольствие получает гораздо большую порцию. Так ли это? Порцию... Порцию... Порцию удовольствия. Но это... Такие вещи очень нравятся психологам. Назвать что-нибудь таким словом, что измерить невозможно, проверить недоступно. И вот начинается дальше, типа, как в религии, начинается убеждение. Значит, я прав, вот поэтому, поэтому и поэтому. То есть, слова подтверждаются словами. Лингвистические науки, в общем, меня особенно не занимают. Поэтому, если брать вот конкретные события, то в чем дело-то? Почему женщина считается, что у женщины чего-то там происходит больше? Больше удовольствия, больше диапазон эмоций возникает, дольше все это? Да, действительно. Ну, потому что первое исходное – это женский организм подчинен тому, чтобы размножиться. Это самая главная цель женской жизни. И выносить ребенка. И значит, соответственно, мозг, гормональный диапазон, амплитуда гормональных скачков у женщин всегда больше. Женщины, во-первых, испытывают постоянно амплитудные скачки, и там ежемесячные, чудовищные. Поэтому хорошо бы здесь пустить иллюстрацию, рассказ о Генри. Потому что женщине угодить нельзя, когда там разбойник уничтожает полгорода, чтобы принести апельсин, по-моему. А там апельсин хотел с перси, как хотел, или яблоко. Вот это там почему? Потому что она, когда просила его о апельсине, она была в одном гормональном состоянии. Пока он разрушил весь город, она перешла в другое, и ей уж не нужно. То есть, ну, это классика такая. Поэтому мы сейчас прервемся на новости, а когда вернемся, продолжим этот увлекательный разговор. Да, к нам присоединяется радиоаудитория «Серебряного дождя». У нас вот тут есть девушка. Можно вот... Это я видел даму. Саша, скажи, пожалуйста, извини, что перебиваю. Тема продолжается еще или уже у нас что-то... Да, да, да. Тема продолжается. Мы специально ничего на эту тему не говорили. Можно вас попросить вот к тому микрофону подойти, где сейчас стоит неприятного вида молодой человек? Да, правда, правда. Вот к тому микрофону. Как вас зовут? Татьяна. Когда мы собирались делать программу «Гордон Жуан» или «Все, что человек может знать о женщине», мы крикнули такой клич, набирали доброволок для того, чтобы попробовать поговорить с женщиной. Ну, то, что обычно не случается во время полового акта. Поговорить с женщиной в момент оргазма. И, может быть, сделать некие выводы, касающиеся изменения не только физиологического, да, эмоционального статуса, но и психологии. Естественно, что это можно было бы сделать только с участием психолога и на довольно большом статистическом материале. Но поскольку у нас связи остались, и девушки изъявили желание принять участие в этом, мы, может быть, сегодня тоже попробуем провести такого рода эксперимент. Вы не будете возражать? Ну, эксперимент... Никогда нельзя возражать эксперимент. Ну, если из него... Маловероятно, что из него, конечно, удастся, так сказать, получить много позитивной информации. Но в качестве иллюстрации, ну, можно. Но в данном случае, как бы, действительно, такая психологическая... Психологический контроль был бы неплох, хорошо было бы эксбумировать Фрейда. Ну, и вот с ним, так сказать, повозиться. Но дело в том, что Фрейд не доступен... Эксбумация в Фрейд не входит никак в планы этой программы. Ну, к тому же Фрейд, в общем, он в прошлом-то был патологом, он же всю жизнь занимался, на самом деле, патологией, мозгами. А он просто на старости решил просто подзаработать. Не создал данный момент. Не хорошее место, в общем, на берегу моря. Ему надо было как-то богатых женщин из Германии, промышленных, которые там отдыхали из России. Надо было как-то их, так сказать, придумать какой-то способ. Расскажироваться. Да, он, поскольку был хорошим, так сказать, диагностом, в силу того, что он всю жизнь видел, вот человек живой, вот такая проблема, вот он мёртвый, вот у него такие-то изменения в мозге, он знал причины следственной связи, в отличие от тех, кто практиковал, до него в массе, там же огромная была конкуренция, хуже, чем торговля пирожками. И, тем не менее, он прославился, потому что он знал, как происходило. Он был структуралистом, то есть морфолог. И, ну, для того, чтобы как-то объяснить то, что он делает, он придумал, значит, массу там всяких теорий, которые противоречат, там, через пять страниц, одна-другой. Но зато женщинам очень нравилось. То есть, совершался такой, как раз такая разница, совершался такой промоушен по-современному. Ну, вот через богатых жён различных промышленников. Ну, как Пушкин в своё время делал себе большой промоушен через возлюбленных, так и здесь, в общем. На самом деле, теории, собственно говоря, никакой нету. Есть некие отрывочные соображения такого псевдопсихологического склада, который нам всё объяснял. Татьяна, да, правильно я говорю. Вы знаете, для чего мы пригласили вас сюда? Ну, предполагаю. Изначально это... Чтобы не было просто... Подразумевался документальный фильм, да? Документальный фильм, да. Но поскольку нам не удалось затеять его производство, чему я сейчас рад. По ряду причин разных, да. Мы предложили, опять-таки, всё зависит только от вас, да. Попробуйте это воспроизвести в условиях прямого эфира, разумеется, со всеми мерами, знаете, да. Стыдливая предосторожность, которые необходимы. А, в прямом эфире, б в 9.44 утра. Если вы готовы участвовать в этом эксперименте, то кивните. Нет, мы не будем никаким образом на вас... Я не готова. Нет. Отменяется. Отменяется. Присядьте тогда и послушайте разговор, который, я думаю, будет вам полезен. То есть, собственно говоря, ну, если что бы мы увидели, давайте так, во-первых, чтобы мы услышали, потому что, естественно, увидеть в прямом эфире нельзя, но изменения какие бы. Ну, сначала то, что там, что нам показали, собственно говоря, была преплика. Но только там у нас снята более откровенно. А так, психологически, некоторые были бы, ну, изменения. Психику уловить за столь краткое время, изменения в психологии, ну, невозможно. Даже... Нет, я просто приготовил несколько тестов, элементарных психологических тестов. Понятно. Не будем мы вас тоже терзать, потому что Евгений Карлович сядет с ума. Да. На которые можно было бы получить ответы в нормальном состоянии, в возбужденном состоянии, в момент оргазма. Элементарные психологические тесты. Ну, нет, так нет. Ну, что же, мы настаивать не будем. И все-таки, хватит глупости в ухо говорить мне. И все-таки, для того, чтобы я сам понял, наконец-то... В чем разница? Измерить нельзя. Нет, можно, можно. Я начал просто говорить. У нас прекрасные подносы, они, так сказать, несколько затуманили ход событий. Потому что подносы вообще хорошо не дарить, ими хорошо пользоваться. Да. Потому что, если моя точка зрения... Я знаю несколько приемов пользования подносами. Нет, не только, да, там, не только в качестве метательных орудий, но и просто на них надо ставить чашки. Кстати, большие претензии к изготовительным подносам. Надо не экономить лак, а покрывать пятью-семью слоями, как Роуз-Ройс. Для того, чтобы они не обдирались после двухкратного использования. Сувенирные же. Ну, нельзя делать, надо жить, надо пользоваться этими предметами. Тогда они будут жить долго, и тогда их можно будет коллекционировать. Сувенирное мороженое. Выглядит хорошо, но есть нельзя. Ну, это как фальшивые яблоки на витринах супермаркетов для красоты. И все-таки, да, как можно измерить? В чем, значит, разница? Теперь мы возвращаемся к нашему Баранову. Суть сводилась к тому. Остановились логически на том, что вот, значит, у женщин продолжительнее это все происходит. Масштаб больше связан с тем, что у них поведение и, так сказать, биология заточена на то, чтобы как можно эффективнее, как можно целенаправленнее изменить свое поведение, любую стратегию поведенческую, на то, чтобы получить, в конце концов, сперматозоидом желательно доминантного самца. Любой ценой. Значит, вот ситуация такая. Для этого, поэтому и награда за это достижение, достаточно сложная, тоже достаточно высока. То есть, награда, то, что называется психологическая, на самом деле это выброс гормонов, большого количества гормонов. Если начинать мерить выбросы мужских и женских гормонов, вот в тот самый момент, когда происходит оргазм, и измерить, пересчитать на массу тела, то окажется достаточно парадоксальная ситуация. У женщин-то выбрасывается гормонов много, выбрасываются дольше. То есть, их больше на единицу массы, и выбрасываются они дольше. Поэтому и оргазм глубже, и продолжается, то он дольше. И поэтому существуют же такие вещи, широко известные в сексологии, как множественный оргазм. Когда просто идет один за одним, значит, в этом отношении масса существует. Детали, тонкости. Но смысл такой, что просто гормональный фон так высок, что психологически вот сам оргазм, это что такое? Это проявление некого расслабления. То есть, вот выброс гормонов сначала очень большой, а что такое расслабление, которое возникает, то есть, так сказать, точка пик. Это выброс специализированными областями мозга, специализированных медиаторов. И если у нас идет на высоком гормональном фоне выброс этих медиаторов, то он идет долго. То есть, что получается, порог возбуждения несколько падает. И таким образом легче достигается следующий оргазм, следующий, следующий. То есть, в результате женщина может иметь множественный оргазм сразу подряд. Может, известный описанный случай, там, до полутора десятков оргазмов, причем-то не уникальное явление. Это нормально, 3-4, как бы, это вообще норма. То есть, что происходит? Гормоны выбросились, они долго функционируют в организме, их очень много. Психологически, то есть, то, что мы связываем, может, с неврологией, а не с гормонами. Значит, получается так, что центры в мозге, которые ответственны за половое возбуждение, значит, они освобождают своих медиаторов, то есть, испытывают удовольствие человеку, в конце концов, несколько раз подряд за счет понижения пороговых будильниц. Значит ли это, что химическим путем, подобрав определенные гормоны и внеся их в женский организм извне, можно добиться понижения вот этого порога? Можно немного понизить. Все-таки очень важный комплекс, понимаете? Нужны обязательно механические контакты. Древние греки вообще считали, что только реально то, что они видят. Они говорят, можно там свет в глазах, пожалуйста, палочки по голове, запах, тоже иллюзии всякие могут быть. То есть, это все, уж звук, это вообще сплошное надувательство. Ну, вот серебряный дождь, например. Ну да, да. А вот как, то, что мы пощупать можем тактильно, то есть, самые древние рецепторы в животном мире вообще, это тактильные, то есть, контактные, то есть, соматическая чувствительность. От них-то мы получаем максимум, так сказать, удовольствия, тоже имя очень большое количество информации. Очень часто человеку надо потрогать предмет, чтобы его осознать. Ну, рекордсмен в этом отношении. Осьминоги, которые просто думают моторными образами, хотя у них зрение хорошо развито, но в основном моторные. Так вот, механическая вот эта стимуляция женская, то есть, то, что вот называется там койтусом у животных или там половоматом у человека, очень важно. То есть, надо через соматическую чувствительность дойти до коры мозга, которой очень много, там большой участок мозга занятой корой. И чем больше возбуждается, тем лучше. Если хорошо еще, если какое-нибудь зрелище женщины при этом смотрит, если еще запах отдыхает. То есть, цель очень простая – возбудить мозг сам, кроме гормонов. Потому что гормоны начинают вырабатываться в ответ на возбуждение мозга. Когда они выбросились, у мозга падает порог немножко. Понятно. У нас сейчас будет вброс телевизионных гормонов под названием иродиенцев, под названием реклама. Потому что без них этот организм тоже существовать не может. Подводка называется, блин. Вот мы сейчас и об этом поговорим тоже, когда к нам присоединится радиоаудитория. У вас вопрос, да? Пока радиоаудитория к нам не присоединилась, у меня такой вопрос. Значит ли это, что качественно, психологическим, в гормональном, в эмоциональном смысле оргазм, вызываемый мастурбацией, отличается от оргазма при половом акте? Конечно, качественно отличается. Конечно, качественно отличается. Как женский, так и мужской. Как женский, так и мужской, конечно, он качественно отличается. Хотя вот западные сексологи рекомендуют вообще при отсутствии половой жизни Вызывать искусственный армогазм разными способами Молды для того, чтобы Не было психологической напряженности Но это на самом деле Такой совет достаточно условный Потому что Это очень неравноценно Но начальникам в принципе становится проще Самоудовлетворенными сотрудниками работать Так, внимание В приказном порядке Всем у кого нет Постоянных или временных партнеров Перед каждой программой Делать психологический фон этой передачи Не таким напряженным Все поняли меня? Хорошо А нам присоединяется радио аудитория Катя Кать Да я тебя слушаю, что? Ну если слушаешь, кивни Кивнула Хорошо Есть вопрос у Насти, Сергей Вячеславович Вот я слышала Ну я не знаю, насколько это верно, правда Потому что в момент оргазма У мужчин и у женщин Может остановиться сердце на несколько секунд Вот, это первый вопрос Второй вопрос Что касается женского оргазма Почему существует как фрегитность И почему некоторые женщины Вообще никогда не испытывают оргазм Или испытывают, но только спустя Там пять лет половой жизни Значит, ну сначала на первый вопрос Насчет того, что сердце Сердце не останавливается на долю секунды Ну вот, оно просто меняет свой ритм То есть обычно вот Оргазм мужской и женский Он сопровождается изменением Несколько ритма сердцебиения Останавливаться сердце может Не хочу говорить в передаче Но многие известные политики Ученые Они прямо так в этот момент И уходили в мир иной Как раз Вот у них останавливаются Несколько секунд А уже навсегда Ну, в том числе и крупные политические деятели В том числе и наши страны Так что это, в общем, известная вещь Но это медицинская тайна Отчасти Ну вот Но, тем не менее, факты такие есть Но само сердце нормальной физиологии Просто меняет ритм Там аритмия очень большая происходит Потому что гормоны Каждой новой порции Гормонов выбрасывающихся Через гипталамические структуры Вызывают все время сбивку ритма Так что здесь очень нестабильно Сердце в этот момент работает Именно из-за множественности Всяких воздействий у него Теперь второй вопрос Он был по поводу фрегидности Ну, фрегидность в каждом конкретном случае К сожалению Надо разбираться детально Для этого существуют Специальные лечебные учреждения Потому что в одном случае Фрегидность действительно связана Там с проблемами Там с мужчиной Который, так сказать Пытается заниматься Этому силу Там социальной необходимости Ну и вот достаточно Не уделяет ему должное внимание Женщины сложной психикой Потому что у многих женщин же Ведь есть всякие комплексы разнообразные То есть здесь экспопатологи Как раз-то и нужны В огромном количестве Могут существовать Секунд гормональные нарушения Которые не позволяют Да, надо гормоны сдавать Существует институт эндокринологии Где надо вращаться Всем этим заниматься То есть это все серьезное дело Потому что люди Из-за того, что очень странно перемешаны То есть поскольку Мы не соблюдаем Этнографической раздельности То есть апартеид по сути дела Не существует Последние столетия Из-за того, что Люди перемешиваются Сначала в результате Первой мировой войны Второй мировой войны Гигантский масштаб миграции У нас можно ожидать всего чего угодно И чем более социально разнородна группа Тем больших неожиданностей Мы можем ожидать в поведении Потому что у разных этносов Очень разные подходы к этому делу Если у нас там это Или у американцев Там надо обязательно насмотреться Порнофильмов Прежде чем там упражняться Особо изощренно То там китайские императоры Предпочитали этим заниматься На специальной дороге На которой телега Например скакала Что ему доставляло императору Больше удовольствия То есть есть всякие тонкости В этом моменте Один А вот я еще знаю то Что Тор опять же слышала Я не знаю Вот у женщин говорят Ну Оргазмы бывают разными Разным путем достигнуты Вот И правда ли это То что там есть Один оргазм Допустим Как сделаны Анальным способом То есть вы хотите сказать Что может добиться Оргазм разным способом Значит Эквивалентен ли он То есть вы об этом хотите сказать Равный ли То есть по своему смыслу Он конечно равен Эквивалентен Но Опять таки я подчеркиваю Его масштабы Масштабы оргазма Все таки меняются Потому что наиболее естественный Оргазм Совершенно связан четко С детопроизводством Понимаете Поэтому да конечно Люди же ведь так устроен У нас я еще раз повторяю Огромная Лимбическая система Огромный церебральный аппарат Мы можем себе представить Все что угодно Любое из присутствующих В аудитории Может научиться Ну за полчаса Останавливать свое сердце То есть это примитивно Это не свойство йогов Это внушаемость человеческая Самовнушаемость Поэтому А женщинах подвержена Самовнушаемости Женщине кажется Например что с кривыми ножками На длинных каблуках Она выглядит сексапильной И все Вы входите в метро И смотрите в ужасе Что ну нельзя Женщине эти вот такие туфельки На такие ножки Это исчезает Такие худые кривые колготки Ну это вы знаете Детали женского туалета Это отдельный мир Иллюзий Скажем так Который заточен На самом деле Только на одно Что мужчины Воспринимают Женщинскую сексапильность Глазами И все А женщины Да Женщины Ну это уже отдельная история Для женщин Выход на улицу Это Если имеется И женщина репродуктивного возраста И все в порядке Если она не обременена Там все тяжелые Работы Изнурительные Или там еще Если она вышла И в ней там Выход на улицу Это Выход на охоту На большую охоту Это Шанс Женщина покупая билеты Уйдя в магазин Это шанс Непроизвольный шанс А я думала наоборот Женщина мишень А мужчина Охотник Вот кстати Об этом Социальном заблуждении И я бы даже сказал так больше Об этой Выстроенной Социальной И справедливости А почему-то Да Мужчине Приписывают здесь Доминантную роль В первую очередь В том Что он должен Поймать самку Победить ее Заставить ее Совокупиться Хотя Хотя все наоборот Хотя все наоборот Вот об этом Мы поговорим После новостей На радиостанции Серебряная дочь И у вас будет возможность Сразу после выпуска новостей Задать Сергею Вячеславовичу Вопрос Вынуждены прервать Этот разговор Потому что от нас Отключилась радиоаудитория А им тоже интересно Надеюсь То, о чем мы здесь говорим Я не могу найти письмо Которое пришло на мой адрес С вопросами к вам Здесь вот я просил положить На прошлую передачу Еще это письмо Редактора Если Если нет Это не надо трогать Если найдете Будет очень хорошо Потому что я специально Сам Своими руками Распечатал это письмо Принес Положил сюда И вот оно Исчезло Но один из вопросов Я помню Спрашивали Где можно приобрести Стереоскопический Атлас мозга Человека Вашего Производства Вашего труда Мне сейчас говорить Да, вы можете ответить Сейчас Это Нерегулярно К сожалению Он попадает Но регулярно Относительно регулярно Бывает Медицинская книжка На Фрунзенской Комсомольский проспект Медицинская книга Там еще несколько Моих книг Медицинская книга Магазин Медицинская книга Метро Фрунзенская Ближайшая Комсомольский проспект Да, и я хочу сразу Воспользоваться Памяткой такой Задают вопросы мне И на вечер Леоновича задавали По тому поводу Где можно купить Книги Гарри Борисовича Позно-темно-далеко И Альманах-предлог Сейчас перед вами Появятся на экране Адреса Надеюсь, что появятся Надеюсь, что Появятся Хорошо, да Адреса магазинов Где продается И альманах И книга Кроме того Книгу вы можете купить При входе и выходе В метрополитен Там вот В этих книжных развалах В ларьках И просто так На этих На На лотках Да Продается книга Называется она Позно-темно-далеко Это роман А вот Молодая гвардия Гилей и Графоман Три магазина Где вы точно можете купить Есть и другие Но Но В этих точно есть книжки Спасибо Так вот, письмо Мне было очень интересно Хмурилу То есть Евгений Вячеславович Савель Большое спасибо Приятно услышать Единомышленника Случается это Так редко По ходу беседы У меня возникло Много вопросов Очень хорошо Была обрисована Функциональная дифференциация Лимбической части мозга И неокортекса А также отличие мозга Женщины И человека В этой связи До сих пор В этой связи Мне приходилось Слышать только Об асимметрии Больших полушарий В сильно упрощенном виде Это выглядит Как доминирование Левого логического Полушария у мужчин И правого Интуитивного У женщин Как соотнести Эти две дифференциации В самых общих чертах Ну в очень общих чертах Которые как известно Почти не соответствуют Действительности Да действительно Такая дифференциация есть Но с асимметрией Надо мозг Это тема отдельной Отдельного разговора Поскольку Несколько лет назад Одна из моих сотрудниц Которая готовила Кандидатскую диссертацию Специально занималась Следованием Одного тоненького Вопроса На эту тему Вот асимметрия То что всегда Говорят психологи О том чем-то Принаписано во всех учебниках Правая и левая рукость Она как-то Структурно-то Определена Реально Не методом Измерения С помощью линейки Как это делается Откуда вообще Возникло это заблуждение Я специально проверял Разных животных На предмет Асимметрия есть Или нет Мозга Ну хоть какая-нибудь Ну хоть в чем-то Начиная причем С очень ранних Стадий развития Еще с эмбриональными Оказалось Что У лягушек У тритонов У различных животных Это асимметрия И заподозрить Что лягушка Обрадает Связанной речью Или умеет Читать и писать Никто надеюсь Не может Значит так Что стоит Тогда все эти Рассуждения Значит Морфологическая Структурная асимметрия Есть Да Даже у таких Животных Это видимо Биологически Некий Единый закон У нас Правосторонняя асимметрия В мозге Вообще У всех Начиная От селедок Кончая Человеком У меня Она ярко выражена Я видел Эту Фотографию Своего мозга Гораздо больше Да Асимметрия Права Это традиционная Такая вещь Это особенность Видимо Вообще Позвоночных Глобальная И никакого Отношения Каким-то Особым Речевым Моторным Свойством Не имеет Примеров На тему Массу В некоторых Случаах Повреждения Одного Полушария Не вызывают Если масштаб Очень Ограничен Не вызывают Таких Изменений О которых Все время Говорят В психологии Необходимо Отдельно Отдельная Передача То есть Такой связи Уж особенно Четкой Нет Есть только Одна работа Конца Прошлого века В которой Показали Что островок Пятая доля Мозга Скрытая У нас За височными Долями У женщины Немного Отличается То есть В них Вроде бы Причем Отличия Практически На обратные То есть Левая И все То есть Серьезных Реальных Когда можно Взвесить Измерить Таких Работ На эту Тему Практически Не проводилось То есть Они не Подтвердили Разницу Грубо говоря Если Перед вами Лежит Мозг Женщины Мозг Мужчины Вы Известной Долей Вероятности Можете Определить Женский Мозг Мужской Только По общему Размеру Мозг По общему Размеру Да В основном Общий Размер Но Если Мне дадут Немного Щипнуть Кусочек То Легко Можно По Специальным Тельцамбар Который Есть У каждой Клетки Особенность Женских Клеток Там Есть Пристроечка К ядру Всегда Можно Отличить По одной Клетке Женский Это Организм Или Муж Еще Один Вопрос Может Быть Это Тоже Будет Целой Темой Мы С вами Пока Расставаться Не Собираемся Надеюсь Существует ли Различие Функционирования Биологического Социального Любого Другого Мужчин И Женщин С Не Функционирующим Мозолистым Телом И Или После Лоботомии Это Разные Совершенно Вещи Значит Первое Мозолистое Тело Мозолистое Тело Это Что Такое Это Просто Волокна Отростки Нервных Клеток Которые Начинаются В одном Полушарии А Заканчиваются В другом В данном Случае Оно Перерезано Вот Так Вот 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 Мозолистое Тело Вот Здесь Видно Пучки Волокон Которые Идут Проходят Из Одного Полушария В Другой То Есть Это Собственно Говоря Такая Огромная Структура Которая Связывает Левое Правое Полушария Чтобы Мы Согласовано Чтоб Не было Как В Политике Правая Рука Не знает Что Делает Левое В Организме Это Невозможно И Поэтому Существует Такая Система Связей И Любое Событие Которое Мы Делаем Одной Рукой Значит Координируется С другой Рукой То же Самое Как Мы Видим То Это Необходимые Условия Работы Обоих Полушарий То есть Если Разрез Теряется Согласованность И движение И оценки Соматической Кожно Чувствительной Зрительные Согласования Нарушаются Потому что Например Глаза Мы Видим Так Мы Видим Перед Собой Допустим Змею Горячо Любимую Всеми Обезьянами Людями Женщины В том числе Холодная И скользкая Женщина Любит Лохматая И теплая Как известно Ну и вот Смотрим Перед собой Смею Видим При этом У нас В одном Полушарии Получается Мы Стереоскопически Двумя Глаза Видим В одном Полушарии Оказывается Только Хвост А в другом Полушарии Только Голова И таким Образом Чтобы Змея Была Целой Нам Надо Связать Волокнами Правый Левый Полушарий Иначе Ничего Не выйдет Поэтому Мозоль Святой Тело Необходимо Для создания Целостного Образа Даже Я уж не говорю Там про моторные Какие-то речи Это отдельная тема Если полушария Разрезать То такого Образа Не будет И были Такие операции Их делали Мы увлекались В 70-е годы Ну на собаках На кошках Так называемый Расщепленный мозг Когда развязали Мозолистое тело До ствола Глубоко Почти все И смотрели Что будет Ну животное Справляется Но справляется Хуже Координация Нарушена А так называемая Лоботомия Которая Была запрещена В 50-х годах Это совершенно Другая история Это когда Операция Началась с того Что Как-то надо было Буйно помешанных Успокаивать Не было еще Серьезных препаратов Только опиум Опиум Морфий Ну Дорого И неудобно И тогда делали Очень простую вещь Надрезали Немножко кожу Входили в череп И просто Отсекали На самом деле Не лоб Здесь Отсекали Отсекали Участок Вот той самой Лимбической системы Нижнюю часть Полушария Переднего мозга И участок Лимбической системы Сейчас покажу Примерно где Которые Вот так вот Отрезали Примерно Вот здесь Перерезали Естественно Не все Целиком Вот так А только Небольшой кусочек Вот этот Вот так Подрезали То есть Смысл какой В лимбической системе Ликвидировать Связи Центра агрессии Амигдалярный Комплекс Там он работает Так же Как половая Система Человека То есть Сначала Он накапливает Накапливает Медиатор А потом Выбрасывает Синхронно И человек Становится Неконтролируем Ну знаете Когда вот Когда сам Себя заводит Когда в глазах Мутнеет Да 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 В глазах Мутнеет Обычно Это тоже Происходит Не сразу На это время Поэтому Древние Викинги Грызли Крайщита Сначала Зверели Потому что Надо чтобы Из этого Центра Выбросились Медиатор А то Уже Бросались На врагов Поэтому Все Настоящие Викинговские Щиты Они погрызены С края Зубами То же самое Когда Кто-то ругает Своей любимой Тещей И свекровью Как вы можете Отличить Если вам продают На рынке Настоящий Щит Викинга От поддельного Настоящий Должен быть Погрызен Сверх Имейте Это ввиду Чтобы в следующий Раз Не обмануться При покупке Этого Щита К нам Сейчас Присоединится Радио Аудитория И если Вы готовы Мы можем Принять Несколько звонков С вопросами Готов С адрес К нам Присоединяется Аудитория Серебряного Дождя Хмурое Утро 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 Ну что Саш Ты обещал Что будем Принимать Звонки У нас Очень много Звонков Конечно А вы Посмотрите Пока Сообщение На Пейдер Может быть Там Что-нибудь Любопыт Я уже Посмотрела Там Некоторые Смешные Есть Алло Алло Доброе утро Здравствуйте Меня Наталья Зовут Можно вопрос К вашему гостю Конечно Для этого Позвоните Скажите Пожалуйста Чем отличается Зачатие У женщины Во время Оргазма Когда его Не происходит Зачатие Оргазма У женщины Так Понятно Зачатие Может произойти Без всякого Оргазма Особенно Это часто Происходит Когда Берут Сперму Мужчины И вводят Ее С помощью Трубочки Вот Женщине Тут Вообще Никакого Оргазма Нет Одни Неудовольствия Трубочка Холодная Длинная Скользкая И запихивают Сперматозоиды И все дела Поэтому Как бы Зачатие Запусту Произойдет Но Зачатие Происходит Не сразу Даже Если Вы испытали Оргазм И Сперматозоиды Уже Точно Попали Куда Нужно Им Еще Предстоит Сложный Большой Путь Им Надо Подняться До Яйцеклетки Оплодотвориться Оплодотворить Это Надо Пройти Через Сервикальный Канал Матку По трубе Подняться Далеко То есть Несколько Десятков Сантиметров Причем Сперматозоид В этот момент Ужасно Мучается Он же Находится В агрессивной Для него Среде И масса Их Кончает Так Свою Жизнь Во время Этого Беспрецедентного Акта Он же Мигрирует Поэтому Сперматозоид С хвостом Он плывет Он плывет Как рыба К месту Своего Размножения И только Единицы Достигают Этой клетки Поэтому Оргазм Сам И Собственно Говоря Оплодотворение Они очень Сильно Разнесены Во времени То есть Сперматозоид Надо достигнуть Цели На это Уходит Много Время Поэтому Соргазмом Очень По-разному То есть Известно Что Некоторые Сперматозоиды Могут жить Там Несколько Дней То есть Это Он Может Вообще Путворить Через Несколько Дней Формально Препятствий Нет Понятно Вы знаете Я прошу Сейчас Редакторов Перемотать Пленку Фильма Человек По имени Животное По имени Человек На тот На тот Момент Как раз Когда идет Речь Об Экуляции И О сперматозоидах Потому что Там есть Довольно Интересные Данные И съемки Тоже Интересные И мы После Следующего Вопроса К Сергею Попробуем Посмотреть Это кусочек Я прокомментирую Для радиослушателей То что там Происходит А пока Нам подарок Есть Как я понимаю Проходите Пожалуйста Мы Любим Подарки Несмотря Ни на что Он Вам Дарит Поднос Да Спасибо Подарит Субинит Да Спасибо Потому что Слово Память По-французски Обначает Субинит Понятно Сувенир Чтобы мы Сувенирили Вас Я слышала Комментарий Сергея Который Говорит Что Сувенир Хорошо Когда Им Пользуются Я Хочу Чтоб Церебряная Дождь Устанно Пил Чай Я Перевожу Что Мы Должны Пить На этом Подносе Чай И Кофе Для Того Чтобы Сувенир Все Так Был Для Нас Функционален И Мы Помнили О Жостове И Фонде Художественных Промыслов Российской Федерации Спасибо Большое Спасибо Вам Огромное Осторожно С микрофоном Да Есть Вопросы Катя У нас Еще Сергей Вячеслав Конечно 946218 Доброе утро Если Вы Можете Определить Пол По Кусочку Мозга При Изменении Пола Происходят Какие Изменения Мужчина Когда Он Становится Женщиной У Него Мозг Меняется Или Наоборот Значит Вопрос Понят Ситуация Такая Генетически Изменить Организм Невозможно То Есть В этом Отношении Никаких Изменений С клетками С ядрами Конкретными В мозге В том числе Не Происходит При Изменении Пола По Кусочку Так Можно Не Только Мозга Можно Определить Вообще Любой Ткани Именно Так Криминалисты Поступают Когда Например От мужчин И женщин Не остается Ничего Кроме Некоторой Пыли Что Бывает При Современных Методах Уничтожения Друг Друга Тогда Берется Такая Маленькая Капелька Любовую Ткани Орган Необязательно Мозга И определяется По Вот Если Изменить Пол Хирургически Там Женщине Сделать Половой Член Мужчине Наоборот Все Отрезать Это Делают Такие Операции Особенно Юго-Восточная Азия Дел Популярное Там Очереди Огромные На сей Предмет Ну Вот То Тем не менее Генетически Это Ничего Не Изменяется Генетически Мужчины Или Женщины Остаются Сами С собой Понятно Давайте Повернемся К фильму Посмотрим Этот Самый Момент О котором Я Говорю Радиослушателям Я прокомментирую Когда У мужчины Происходит Эвакуляция Сперма Оказывается Возле Входа В матку Как Правило Для Этого Собственно Весь Процесс Тейзотеян И Женщине Как правило Как мы уже Говорили Нужно Гораздо Больше Времени Для того Чтобы Достичь Оргазма И Когда Он Наступает Он Является Интенсивным Женские Мышечные Спазмы Распространяются От Наружных Половых Органов До Самой Матки И Вот Впервые Была Показана На Съемке Как Такие Спазмы Могают Многократно Окунуть Шейку Матки Мужскую Сперму Таким Образом Увеличивается Шанс На Облаготворение Теперь Предполагается Что Варьируя Во время Своего Оргазма Женщина Может Увеличивать Или Уменьшать Шансы На Облаготворение Спермы Того Или Мужчине То есть Если Она Мужу Не верна Она Может Например Предпочитать Сперму Молодого Здорового Любовника В то же Время Пользуясь Защитой Старого Влиятелого Мужа Ну Скорее Шутка Как ни Странно У спермы В данном Случа Мужа Это Женщина Есть Свой Собственный Тайный Ответ На Это Можно Назвать Даже Войной Сперматозоидов Обычно Думают Что Все Миллионы Сперматозоидов Сперми Самца Борются За то Чтобы Облаготворить Яйцо Но Новые Исследования Показали Что Это На самом Дельно Не Совсем Так Лишь Небольшая Доля Сперматозоидов На самом Деле Ищет Яйцо У Других Другая Задача Они Игнорируют Яйцо Они Выполняют Функцию Прикрытия Против Чужой То есть Чужеродной Спермы Есть Два Типа Таких Защитных Сперматозоидов Первые Активно Ведут Поиск И убивают Чужеродную Сперму Их Не Интересует Поиск Яйца Но Новые Исследования Позволяют Предположить Что Мужчина Может Неосознанно Контролировать Количество Таких Сперматозоидов Убить Своей Сперми Это Количество Будет Зависить От того Считает Леон Что Он Первый Или Второй Самец Который Спаривается С данной Женщиной Вот Видите Такой Сперматозоид В действии Он Воюет С другим С чужим Если Чужой Слабее Или Раньше Попал Или Позже Второй Остался Мертвым Другие Защитные Сперматозоиды Другая Категория Более Пассивные Это Блокаторы Они Мало Двигаются Но Изгибая Хвостики Свои Собираются Вместе Образуя Барьер Против Чужой Спермы То есть Выстраиваются Кругами Вот Так Для того Чтобы чужаки Не пропустили Своих Они Узнают Распознают По химическому Коду И пропускают Внутрь А чужих Блокируют Это Своего рода Такой Внутренний Пояс Целомудрия Который Очевидно Не развился Если бы С самого Начала Не нужна Была Борьба С половой Неразборчивостью Партнеров Спасибо Это я Вынужден Прокомментировать Потому что Это Десмонд Моррис Он Конечно Идеалист Потому что На самом деле Конечно Ничего Такого Нет В данном Случа И так Мертвый Полумертвый Сперматозоид У него Уперся Живой И просто Они так Сюда Двигаются Вращаясь То есть Дело Это Конечно В любом Препарате Микроскопическом Сперматозоидами Можно найти Сцены Любые Батальные Страшно Напоминающие Например Ватерлоу Но это Не значит Что у них Есть генеральный План И начальник То есть Конечно Это Иллюзия Десмонта Морриса Потому что Есть Известное Поведение Особенность Поведения Тех же Приматов Когда Самки Едой Она Быстренько Идет В кусты К молодому Самцу И там Делает Все Что Нужно Причем Не только Приматы Очень много Животных Это делает То есть Сначала Многие Газели Например Спариваются С доминантным Самцом Который Охраняет Их Водит Там Где хорошая Пища Все Прекрасно Но Ощущая Что Он Конечно Хороший Самец Но Мало Пригоден Для дела Они Спаривают Еще С двумя Тремя Молодыми Самцами Убегая Из стада На время Но Известно Что Генетические Исследования Генной Доктилоскопии Показывало Что Самые Крепкие Моногамные Семьи Ну Тех же Соловьев Которые Вообще Храняют Все Бьются Насмерть За свою Самку На самом деле Они Выращивают 20-25 Процентов Чужих Детей Хотя Сам За самкой Самец Следит Там Непрерывно В этой Среди Есть Вопрос У меня Если Все Так Возможно За тот Период Пока Предыдущие Сперматозоиды Еще Живы Внутри Женского Организма Оплодотворение Второй Раз В принципе В природе Возможно Или Оплодотворение Сразу От двух Самцов Одной Яйцеклетки Да Одной Яйцеклетки Нет Одной Яйцеклетки Нет А у тех У кого Множественные Много Потомков Может быть Два Потомка А в случае С близнецами Когда яйцеклетка Разделяется Ну в данном Случай Просто оплодотворяется Одним Сперматозоидом Одна Яйцеклетка На момент Первого Деления То есть Когда То что Называется В эмбриологии Образуется Два Бластомера Происходит Их Разделение Это Можно Сделать В эксперименте Через Несколько Недель Лягушачьего Взять Икринку Когда Будет Два Бластомера Посмотреть В маленькую Перетянуть Волосяной Петлей Ну и будет Две Лягушечки Только Поменьше То есть Это Однояйцевые Близнецы Это Отдельная История Это Оплодотворяется Одна Яйцеклетка Один Сперматозоид Но Может Или Не Может Оплодотворить Значит Например Два Или Пятеро Самцов Одну Самку И Потом Появится Пятеро Детей От Разных Самцов Это Сколько Угод Это У птиц Это Наши Обычные Гадюки Скоро Вылезут Там Стандартная Ситуация Три Четыре Пять Самцов Хотя У многих Животных Даже Возникает Так Называемая Вагинальная Пробка После Первого Коэтуса Возникает Пробка Которая Препятствует Проникновению Других Сперматозоидов Сперматозоидов Другого Самца Но В основном К сожалению Особенно У животных Это Все-таки Часто Множественное Оплодотворение Хотя Есть И защитный Механизм Вот Волки Те же Самые Собаки У них Переполняется Половой Орган Мужской Кровью Они Не могут Разъединиться И они Дергают По 30 Минут Самец Пытается Извлечь Свой Половой Орган Из Самки Но Ничего Не Получается Почему За это Время Сперматозоид Достигают Оплодотворяют Это Гарантия Это У многих Животных Если Несколько Потомков То И у Человек В том числе Могут От разных Самцов Это Безусловно Но В то же Время Одиночные Если Одно Яцеклетку Двумя Спирматозоидами Генетически Невозможно Кать Вопросы 9462180 Вопросы Услушатель Алло Алло Добрый Здравствуйте Я Здороваюсь Еще раз То есть Я Дозвонился В прошлый раз Когда у вас Был тот же Гость Вот Сначала Коротенькая Реплика По поводу Подносов Мне в общем Было приятно Услышать Жалко Не слышала Моя матушка Потому что Вот этот Красивый Сервис Который У нас Стоит Я тоже Считаю Что им Надо Пользоваться Вот А у меня Вопрос По поводу Господин Савельев Сказал Что Самец Как бы Ну Мужчина Забочен Тем Чтобы Как бы Продолжить Свой род Вот И мне интересно Как тогда Объяснить Вот эту Адскую Закупку Презервативов Перед Половым Актом То есть Получается Мужчина Противоречит Сам себе То есть Если природа Его зовет Продолжить Свой род Мыслен Он Озабочен Только Тем Чтобы Подруг Не забеременел Мне вот Интересно Что Насчет Скажете На этот счет Можно только Сказать Одно Производить Потомков Конечно Сремятся Все Но выращивать Их Не хочет В основном Почти Никто В этом Все и Дело Собственно Говорю Потому Что Дальше Затраты Социальные Социальные Функции Коррелируют Половую Как бы Поскольку Мы все-таки Существа Мягко говоря Разумные Мы Напридумывали Себе Помимо Основных Инстинктов Которые У нас Есть Еще Куча Социальных Условностей Которые Разумеется Диктуют Линию Поведения Может быть Даже Иногда Чаще В большей Степени Нежели Вот Это Первая Изначальная Страсть Продолжится В следующем Поколении Да Чисто Социальные Причины Потому Что Например Что-то Я не Слышал Чтобы Халифы Из рода Аббасидов Когда-то Сдерживались И надевали Презервативы Они Просто Ковали Потом Сколько Смогли Но Это Все Без Всяких Вариантов И Ни Чем Не Сдерживаешь Просто Они Могли Социально Обеспечить А то Социально Не Может Обеспечить Там Возникнет Масса Проблем И Пользуется Резиновыми Изделиями Проблем Да И Еще Говоря О Социальной Несправедливости Мы Затронули Эту Тем Перед Тем Как Ушли На Новости Ведь Судя По Интенсивности Оргазма По Активности Женской Особи В Поисках Партнера По Необходимости Женщины Во что Быто Ни Стало Заиметь Желательно Как Вы Сказали От Доминантного Самца Ну Можно И От Очень Доминантного Если Почему Тогда Социальную Активность Принято В обществе Проявлять Мужчине Почему Мужчина Должен Инициатором Плавого Акта Ну Это Традиция По которой Чисто Биологическая Традиция Потому Что Самец Должен Гарантировать Потом Выживание То Это Уже Особенности Приматов Особенности Высших Млекопитающих Которые Заботятся О своих Потомках То Самец Проявляет Инициативу Когда Может В какой-то степени Обеспечить Защитить Самку Защитить Детеныша Но Это Особенность Уже Приматов Потому Что В животном Мире Бывают Всем Другие Ситуации Там Например Есть Ракообразные У которых Самец Просто Превращается В половой Член Вонзается Целиком В смысле С головой Совсем Превращается В монолитный Такой Полочек Втыкается В самку И кончает Жизнь Самоубийством На этом То есть Там Нет Бывает Таких Случа Что Заботы Нет Но Приматов К сожалению Вот Такая Ситуация Поэтому Самец Социально Доминантен К тому Что Самец Может Думать О чем То Еще Другом То есть Таким Образом Даже Приматология Он По сути Дело Является Таким Гарантом Того Что Связавшись С Определенной Самкой Он Значит Гарантирует Какое Приспособление Выживания Защиту Охрану 94621809464549 Алло Алло Доброе утро У меня такой вопрос Значит Вот По поводу Книжки Ее можно Где-нибудь Купить Про книжку Уже говорили Комсомольский Проспект Магазин Меткнига Метро Фрундинская Рядом Ближайшая Там Кроме этого Еще есть Моя книжка По введению В зоопсихологию Там Про любовь Как раз У животных Спасибо большое Еще один звонок Да Алло Настя Я просил вас Пейджи посмотреть Или мне показалось Я смотрю Тут ничего Интересного На самом деле Нет Алло Я Добрый день Добрый день Это Надо Отмен Вы знаете У меня Двойня Двойня Родилась Это Давно Уже Было Я Отошла Дальше И Вот Мне Говорили Тогда Что у Моих детей Не должно Быть Двойня У меня Сын И дочка Вот Вы сказали Что они Маленькими Рождаются Вот У меня Дочь Родилась Четыре Пятьдесят А сын Три Пятьдесят Вот И Вопрос Как Вот Может Вот Но Дочка У нее Нету Двойни Не было И У сына Вот Нету А Когда я Первый раз Родилась То Мне Все Мои Родственники Говорили Говорит Наверное Кто Это У нас Они Стали Высчитывать У кого Были Двойни Там У кого Чего Вопрос Понятен Какова Вероятность Появления Двойни Через Поколение Ну Это Вещи Достаточно Не связанные В общем Это Редко Все-таки Бывает Так Чтобы Наследовалось Хотя Антропологи Отмечают Что Да Есть Этмос Этнические Группы У которых Достаточно Стабильно Процентов 70 Из поколений В поколение Женщин В тех семьях Которые Рожают Двойни Даже Тройни Там Вероятность Повышается В нашей популяции Это маловероятно Насчет того Что дети Большие Я говорил Что у лягушек Дети будут Маленькие У человека У плацентарных Млекопитающих Которым Мы относимся Дети могут быть Большие Даже Двойни Даже Тройни Здесь все Зависит От конкретной Ситуации У нас Есть время Еще на один Вопрос Да Алло Алло Доброе утро Доброе утро Здрасте У меня такой Вопрос Господин Савельев Говорил Что Поведение Женщин Очень сильно детерминировано Именно Стремление К продолжению Потомства Буквально Каждый шаг А как Объяснить Женский Комосексуализм Поведение Лесбиянок Например Понятно Значит Речь идет О поведении Лесбиянок А как Объяснить Их поведение Но Дело в том Что Женщину Интересует Не столько Продолжение Потомства Как Собственно Говоря Мужчину Стремление К некому Набору Ощущений Которые Символизируют Сигнализируют О том Что Они Это Дело Сделали В этом Смысле Все В порядке Что В этом Смысле Все В порядке Организм Надо успокоить Любой Способ Организм Говорит Что То есть Биологическое Начало Говорит Что Да Надо Размножаться Но Для Этого Как Как Информация О том Что Размножился Через Девять Месяц Только Можно Узнать Поэтому Существуют Сиюминутные Механизмы Которые Объясняют Вот этот Процесс То Что Все Получилось Удачно И Вот Эти Сиюминутные Механизмы На самом Деле Что Это Некое Подкрепление Суррогат Размножения То Это Некий Процесс Который Подтверждает Что Это Прошло Все Удачно Все Хорошо Что Потом Размножится Размножение Это Биологический Процесс А Удовольствие От Суррогат Который Подтверждает То Что Этот Процесс Как бы Пошел И Каждый Достигает Его Свою Достег В этом Отношении Лесбиянки Гомосексуалисты Пожалуйста Сколько Угодно Главное Что Символ Будет Достигнут Удовлетворение Возникнет Хотя Детей Естественно Не будет Спасибо Огромное Сергей Вячеславович Я надеюсь На встречу В ближайшем Будущем Поскольку Количество Вопросов За то Время Что Мы С Вами Видим В следующий Раз У нашей Аудитории Тоже Взрастет Я смогу Вам Переадресовать Я очень Надеюсь До свидания Спасибо